друзья всем огромный привет из польши сегодня мы приехали в такое интересное и первый раз для нас это место открывается под названием рыболовка вот такой вход у нее сейчас покажу вам здесь есть паркинг паркинг бесплатный а там можно купить сыр и рожьи обе и славе и славе и славе большая огромная территория для отдыха здесь можно велики припарковать и что-то даже купить какие-то напитки люди даже рыбачат здесь большой большой озерочек и вокруг него собираются люди здесь написано заказ внушение ценят и со свиньи нельзя ровер можно оставить заказ занижание нельзя прочее рыбы носить и алкоголь в общем какая здесь красивая территория в общем идемте с вами погуляем посмотрим и разведаем установочку он классное интересное место такое я взяла с собой фотоаппарат уже походку ну и погуляем с вами всем приятного просмотра еще пока мы ехали здесь прям деревне деревне и кто-то там пашет свое свое поле и вот видите приготовлены уже дрова какие-то старые дрова более новые свежие цветочки такая красивая территория вижу детская площадка очень много места на удивление мало людей тоже это магазин ребятки смотрите здесь такой магазинчик который при входе находится и здесь уже можно купить готовую еду разную копченую с разными названиями даже фенш вай горш какой-то сказать какой-то деревне я кормлю и здесь разные тоже соленая рыба и так далее тоже и здесь также можно купить 10 за 10 годах можно купить даже вот такую еду для животных чтобы кормить и смотрите здесь тоже разные такие снасти для рыбаков которые там водят рыбку в общем как я подняла это место очень славится тем что здесь можно вкусно покушать рыбу вот поскольку рыбу я ем то будет пожалуйста такое классное место пахнет деревней здесь вот есть какие-то даже животные которые наверно потом производят молоко там все такое давайте откроем калиточку ой сразу понятно наши понятно ну да короче ой так здесь представите просто вообще вы там вот вдали гуляют животные вообще просто в вольном выпасе так скажем смотрите какие красавчики нас здесь ждут и маленький детеныш попробуй погладить и конечно ой смотрите кто проснулся какой какой хряк какой маленький хрюшоныш пустя и пускай только ты не подходи к нему близко ладно смотрите кто к нам идет ослик вон еще как много раз короче эти животные просто себе ходят и прямо вообще они не боятся люди происходит какой ослик прям вы смотрите как близко прошел по своим делам у нас внимание не обращают мы для него вообще пустое место классно все просто я необычно как они близко подходит вообще ieht и вы малыш не почитай мне кажется недоброжелательно вас трудом тут люди принесли яблочки здесь только их можно покупать со своей ядой нельзя вот фармерли Все перебирались, пособирались. И смотрите, какой огромный костер. Здесь, наверное, колбаски жарят, собираются. И даже, вон, смотрите, вот такая вот их пика, на которую насаживают колбаску и жарят на костри. Здесь вот такие вот туалеты. Можно помыть руки, что немало важно после общения с животными. Смотрите, вот здесь такая есть кафешка и с ценой. Сейчас вам сразу покажу чуть поближе. С ценой. Можно с ножом, рыбу. Можно гриванную. И выбираешь, какой ты хочешь. И разные тоже напитки есть. Все, что необходимо для отдыха, тоже есть. Кстати, ценник. Мы говорили про ослик, который вот там стоит в тенечке. 15 злотых стоит. А вот уже подоспел наш заказ. Смотрите, как все выглядит. Прям ням-нямка-вкуснямка. Сейчас будем кушать. Ну что, самое первое, это продегустировать фритки. Класс. Они такие вкусные, как в Макдональдсе. Салаты шикарные. Это, наверное, дорж. Класс. Супер. Полетим. Ой, смотрите, как здесь красиво сделано. Я даже сначала не заметила. Здесь такое посаженные цветочки. Здесь импровизированный такой колодец. С цветами тоже очень красиво. Не бойся, ты только тихонечко так давай. Давай, давай. Ой, 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 ой. Молодец. Дай, папа. Ой, какое удовольствие. Это покормить животных. Сразу видно, вы голодные. Вот так. Козочку. Козочку. Ой-ой-ой, какой хорошенький. Как приятно кормить животных. Аккуратно. Ой-ой-ой, а ты босоченький. Это босоченький. Это босоченький, как он кормит. Аккуратненько берет. Видишь, он уже знает, что ляля разная приходит. Ой-ой-ой. Я думаю, как лябочка. Здесь еще разные всякие можно десерты взять и разные вкусняшечки. Есть и выбор разного мороженого. И, наверное, можно делать какой-то сок. Здесь очень вкусные вас напитки. Просто невероятно. В этой будочке, получается, у них заказывается еда. Ну и такие вот какие-то небольшие напитки. А во второй, там, где мы спускались с вами ниже, там в основном все напитки, разные вкусности, сладости. Вот, так что лучше туда проходить за разными напитками. И мы там заказали какао со льдом нахлодно. Просто самая лучшая вещь вот в эту погоду в жарку. Просто обалденно. И вкусно. Даже решила, что дома тоже буду такое делать. Ну все, друзья. Вот на этом наша прогулка подошла к концу. Хорошо мы здесь провели время среди животных. Покушали вкусную еду. Отдохнули. И теперь будем выдвигаться уже домой. Хорошая здесь атмосфера. Сюда можно возвращаться даже на целый день. Почему бы и нет. Так как почувствовать себя приближенно к природе, к деревне. То это хорошая идея. Так что благодарю вас за просмотр. Обязательно жду ваши комментарии. Как вам это место? Возможно, вы уже были. Возможно, вы знаете что-то поблизости. Тоже здесь такое интересное. То буду ждать от вас обратную связь. Я же с вами прощаюсь. Пока-пока. До встречи в Польше.